итак всем здравствуйте и тем кто нас будет смотреть на ютюбе сегодня наша последняя встреча в этом году поэтому поздравляю всех с наступающим новым годом с рождеством католическим кто празднует прошедшим ну и также с рождеством который наступит после нового года вот с православным вот всех поздравляю с наступающими праздниками вот и так мы начинаем наш регулярную встречу по понедельникам который называется торговый план на неделю а по сути является некоторым таким экскурсом в текущее состояние мировой экономики политики то что сейчас беспокоит рынке и взгляд на рынок по понятным причинам сегодня будет выпуск довольно такой не очень насыщенный потому что вообще по опыту прошлых лет обычно вот этот промежуток между католическим рождеством и новым годом он на нем довольно низкая ликвидность на рынках бывает совершенно необоснованная волатильность какие-то скачки вот на мой взгляд сегодняшние движения европейской валюты вот за то время что прошло нацкать в общем подтверждает бывали так сказать вообще очень сильные там скачки колебания там до 150 до 200 пунктов гп большие настоящие конечно торговли начнется после 2 января дисциплинированный запад он в общем-то сейчас отгуляет рождество у кого есть возможность они себе делают каникулы до окончания празднования нового года но в зависимости от календаря когда там понедельник не выходной естественно но после 2 января в ближайший рабочий день они выходят на на работу и начинается нормальная торговля вот значит для того чтобы мне значит да но еще несколько слов в принципе есть несколько поводов для оптимизма во первых я покажу что по крайней мере три последних дня в мире очень существенное отступление к вида наблюдается хотя так сказать и не в российской федерации к сожалению да правда это может быть эффект праздников второй вторая причина для для оптимизма это то что уже под самое закрытие 20 года европейский союз и британия наконец подписали торговые соглашения тот самый brexit про который все говорили 30 декабря вы должны ратифицировать но я думаю что нет сомнений что его ратифицируют раз уж все-таки заключили все всем это все надоело хотят быстрее закрыть ну и третий повод для оптимизма что уходящий президент соединенных штатов дональд трамп подписал бюджет на 2021 год в котором в том числе вот в пакете с этим бюджетом и пакет поддержки экономики на значительную сумму 900 миллиардов долларов это тоже в общем в общем есть некоторые такой оптимизм праздничный да значит ну а теперь для того чтобы более подробно сейчас мне нужно запустить трансляцию рабочего стола сейчас это может там занять некоторое время вот так она запустилась вот ну во первых то что я хотел сказать про то что я хотел сказать про ситуацию с коронавирусом в мире вот эта картинка на вчерашний день во первых в мире очень существенное снижение третий день 410 тысяч а в пике было обращаю внимание примерно там 750 780 тысяч были максимума вот ну соответственно упали смерти потому что смерть и смерти повыше повышались до 13000 а вот сейчас 7000 человек в сутки заметное снижение в сша третий день подряд 128 тысяч конечно нам в россии кажется это очень много но на самом деле максимум там тоже был примерно 280 тысяч ну и смерти соответственно упали то есть если еще там четыре четыре пять дней назад это было почти плюс три с половиной тысячи смертей в сутки то сейчас всего 1200 вообще в странах запада заметное снижение это связано с праздниками с карантином вот единственное так сказать исключение это британия в британии 30 с половиной тысяч вот они держатся никуда они не падают ну а например значит вот снижение заметное в германии в германии тоже было почти там почти по 30 тысяч и она видите упала до 12 тысяч да и вообще так сказать видно что европа вот смотрите как европа очень сильно ушла с первых строк по общему заражению вот нидерланды только в конце вот первой страничке это где-то плюс 9 тысяч на видите после соединенных штатов и британии значит ну россия это отдельная статья значит там в россии так и держатся где-то на уровне 27 28 тысяч да и около максимум и никуда не уходит а потом индия бразилия турция вот это все да вот колумбия попала таскать в верхнюю часть списка то есть в принципе есть шанс что может быть это будет снижение но поскольку вот эти три последних дня когда было падение это все три дня три дня выходных то возможно что это вот такой эффект выходного дня вот мы посмотрим таскать на вот когда начнутся рабочие дни какая будет динамика что касается вакцинации мощным темпом идет вакцинации в соединенных штатах в британии уже началась сегодня первый день вакцинации европейском союзе в первую очередь в германии активно будет проводиться вакцинации они там очень мощную подготовку провели да в израиле уже вакцинировали очень ну такой заметный процент населения в небольшой стране 200 тысяч уже вакцинированы столько же примерно вот в российской федерации что касается россии то в россии вакцинации к сожалению пока активно идет заметно очень очень в москве это сказать объявление что вот приходите вакцинироваться известно какие группы это могут сделать известно где например в петербурге ничего похожего нет то есть никаких призывов на вакцинацию не нигде ничего никому не понятно просто потому что на самом деле вакцины до сих пор активно нету вот в наши власти российские отправили 300 тысяч вакцины на самолете в аргентину и всего на все российские регионы тоже выделено всего 300 тысяч вакцины но не трудно потелить 300 тысяч на грубо говоря 80 регионов это получается меньше чем по 4 тысячи так сказать среднем на один регион это в общем капля в море конечно значит единственная надежда что вот собянин обещал что под москвой откроют завод большой по производству вакцины намечено до февраля открытие этого производства и они выйдут на мощность примерно 10 миллионов доз вакцины в месяц вот это действительно будет заметно не тогда они таскать но за полгода могут привить значительную часть населения там 30 40 процентов населения с учетом того что на каждую нужно грубо говоря по две дозы правда уже все-таки после первой дозы вакцины уже на таскать есть уже заметный иммунитет и во всяком случае даже те кто привился всего одной дозой у них практически нет шансов на тяжелое течение заболевания даже если они вот заболеют это что касается этой ситуации теперь что касается у нас календаря на эту неделю но понятное дело что календарь почти пустой вот сегодня в 18.00 будет индекс потребительского доверия по сша значит ой простите простите это не сегодня это завтра и я виноват значит всего сегодня у нас вообще ничего нет 28 29 вот индекс потребительского доверия вот а в среду значит в среду тоже не ну некоторое количество новостей есть но на самом деле ничего такого супер пупер важного нету а вот в четверг 31 декабря будет длительная безработица но с учетом того что это 31 декабря вряд ли будет какое-то заметное так сказать логическое движение на рынке то есть ну по календарю как и следовало ожидать в общем такой полупустой календарь вот теперь что у нас касается таскать основных пар вот европейская валюта график четырехчасовик да ну вот то что я и говорил вот сегодня так сказать с открытия три четырех часа и часовика подряд довольно жизнерадостно европейская валюта росла начиная 1 21 84 и она достигла 22 50 и вроде все понятно и потом резкий слив вот снова почти так сказать точку открытия дня и потом заметный отскок наверх то есть вот вот такие вот движения они вполне типичны пока мы находимся в состоянии тренда наверх по европейской валюте мы держим покупки а 21 90 если кто-то там еще ниже купил но пока переворот есть стоит у меня на 1 21 30 да вот по дневному графику если мы посмотрим вот то видно что . 21 30 она довольно обоснованно то есть если цена собьет то вполне вероятно что может быть это уже не наверх вот что у нас по другим инструментам фунт в связи с подписанием соглашения смотрится очень оптимистично фунт смотрится так сказать все таки и еще на одно движение наверх значит здесь довольно очевидное движение наверх да и фундаментально тоже понятно что касается доллар франка то доллар франк вполне логично мог бы сходить еще на низы вот ну а там уже дальше вот собственно определяться то есть это нижняя точка это ло 0 88 20 то есть даже если это все еще конец но в принципе еще 6 пунктов 60 вниз мог бы доллар франк сходить доллар иена доллар иена отскакивает но пока видите под дневным графиком держится не средний и тоже в принципе может куда-то на на сто два там 90 вниз сходить вот что касается российского рубля российский рубль третий день укрепился открытие прошло у нас гэпом вниз и гэп в общем пока даже особо как бы не закрывается вот то есть доллар рубль укрепляется но я считаю что все равно это коррекционные движения и глобально так сказать если вот неделю на график посмотреть то доллар рубль курс наверх ему я по я полагаю то есть сейчас относительно неплохие точки но но речь не идет о каких-то краткосрочных то есть без плеча и на довольно длительное время но я полагаю что все равно курс доллара относительно рубля наверх и евро рубль тоже в ту же сторону значит что касается американского рынка но вот американский рынок сегодня должен открыться значит глядя на график американского рынка кажется что будет еще один заход наверх вот во всяком случае картинка в принципе не смотрится совершенно на покупку но тем не менее продавать сейчас рано для продажи нужно увидеть довольно значительный слив сначала а потом отскок наверх вот слив отскок и его таскать продавать собственно поэтому я думаю что крупные игроки и сейчас этого в общем-то не продают значит допустим глянем еще на золото что у нас графиком золото золото вроде бы опять показывает готовность на рост в принципе можно покупать аккуратно по текущим но только надо понимать что стопы надо ставить где-то не ближе 1819 вот все таки такой 60 долларов примерно риск вот если так сказать готовым можно попытаться вот купить золото в принципе золото смотрят как бы тоже наверх но рубль сегодня укрепился также под воздействием укрепление цен на нефть вот нефть тоже пошла сегодня в наверх и пока вот не собирается падать да то есть нефть вроде бы готова еще к одному рывку наверх вот такая ситуация так сказать на этом межпраздничном таком именно межсезонье вот фактически то что я хотел сказать я сказал вопрос вопрос если есть какие так мне тут уже написали сейчас посмотрим вот что с вакцинами я кажется я кажется сказал что с вакцинами ну в россии вакцин не хватает производства в мире пфайзера заворачивается довольно уверенно я так понимаю то есть файзерской вакцины уже во всю прививают в сша в британии в европе компания модерна у них какой-то возник там случай сильной аллергии единственный там на несколько тысяч испытуемых но вот я не знаю поэтому соответственно дальше будет или нет потому что мне кажется что модерна еще так и не получила регистрацию это наверное будет уже в начале января вот значит руслан пишет на центовом счету было тысячи центов после последних скачков цены получил маржин кул не первый раз ну смотрите довольно ясно что как сказать что объем позиции должен быть выбран таким образом чтобы какое-то разумное движение но например если допустим там по евро говорить то например там 40 50 пунктов например стопа а это я говорю в четвертом знаке не не в пятом то есть в пятизначном на 400 500 пунктов а в четвертом знаке 40 50 пунктов не должно съедать одни как ну в самом экстремальном случае например там больше десяти процентов депозит вот тогда можно чувствовать себя достаточно защищенным если конечно вы заходите большим объемом то то есть тут дело не в балансе от баланса зависит сколько вы таскать будете зарабатывать или сколько вы потеряете да то есть в принципе ну и тысячи центов одна сотая лота вот смотрите значит в инстафорекс как известно в отличие от других компаний лот сам в 10 раз меньше то есть один стандартный лот в инстафорекс 10 тысяч долларов если вы возьмете одну сотую лота то это соответственно позиция 100 долларов да то есть соответственно если у вас 10 ну тысячи центов это 100 долларов то есть если вы на счете то есть даже если вы открываете там никто не микро какой-то не на на счет а если у вас просто например а вернее нет конечно тысячи центов это 10 долларов то есть если у вас счет 10 долларов и вы берете ноль ноль один то это плечо 10 к одному соответственно стоп например там 40 пунктов съедает 4 процента депозита вот то есть как бы ну вроде бы не катастрофа ну разумеется да то есть вот вопрос в объеме вопрос в объеме позиции которые вы берете есть ли еще какие-то вопросы ну потом еще раз ладно я хотел сказать два слова вы же понимаете что это сказать на счете там размером в 1000 центов вы ну никаких реальных денег заметных не заработаете потому что но фантастические уровни прибыльности они в общем из области фантастики то есть если если вы получите доходность например ну пускай там не на 50 процентов в год на капитал но для того чтобы хотя бы там тысячи долларов заработать но соответственно пару тысяч долларов счет должен быть так если если очень грубо да вот а торговать там на счете в размером в 10 долларов но это примерно то же самое что на дыма счете вот и так сказать учиться то лучше на дыма счете чем вот там на 1000 центов вот ну собственно я так понимаю что вопроса больше нету еще раз вас всех поздравляю с праздником пусть новый год будет лучше значительно пусть наконец сказать этот зараза под названием коронавирус в следующем году перестанет быть главной это сказать главной новостью пусть наконец это хотя бы проблема решится вот всех с наступающим новым годом всего вам хорошего поменьше убытков побольше прибыли главное здоровье и и не терять денег всем спасибо и до свидания